Здравствуйте, товарищи! Такой материальный объект, как механизм, мы изучили в прошлой главе, а в этой приступим к химическому объекту. Механизм свободный, имеющий центральность, определяет себя как химизм. Химизм – это момент суждения, ставшего объективным различия и процесса. Начинаем познание химических взаимодействий в яблоках, хотя на самом деле речь в этой главе науки логики идет не только о химии. Химический объект отличается от механического тем, что последний есть тотальность, безразличная к определенности. В химическом объекте определенность и соотношение с другим, а также вид и способ этого соотношения принадлежат природе. То есть химический объект является чем-то целым и единым, как внешне, так и внутренне. Условно можно разделить все объекты на природные и искусственные, то есть созданные человеком. Соковыжималка сделана человеком, она искусственная и она механический объект. Яблоко создано природой, оно естественно является химическим объектом, соковыжималка легко разбирается на запчасти, а вот яблоко гораздо труднее и оно выглядит более единым предметом, чем простой механизм. Но и тут все дилектично, яблоко в каком-то роде создано человеком, ведь в природе домашние яблоки не встречаются, а в роли соковыжималки может выступить упавшее на фрукт дерева. Но ставим эти нюансы на потом. Химический процесс начинается с предположения о сродстве объектов в нем участвующих. Несмотря на свою разность, они стремятся ее снять и сродниться. Взаимоотношении этих объектов есть спокойное снятие, их стремление к слиянию приводит к нейтральности. Примерно любимых нами яблоках. Как получается такой дивный фрукт? Такие разные компоненты, как жидкость и газ, а точнее вода и углекислый газ, сливаются вместе, ведь они сродни тем, что их поглощает яблоня. Тихо и спокойно, при помощи солнечного света, наши вещества соединяются в новые вещества, углеводы, нейтральные сами по себе и друг к другу. Первое, что мы видим, это продукт процесса, нечто нейтральное, но являющееся в результате угасания реакции. Ингредиенты формально слились воедино. Налицо перед нами яблоко. Второе, что мы видим, это как химический процесс, завершив свое слияние, начинает распад на части, на отдельные элементы. Яблоко начинает гнить, как только оно поспело. Третье, что мы видим, это то, что распад химизма привел к начальной точке, наличие нескольких исходных элементов, но уже с удержанием их прошлого, совместного существования, как единого целого. Сгнившее яблоко опять развалилось на воду и углерод. Но на этот раз не совсем такой углерод, как был в начале. Часть углерода, накопленного яблоком, под воздействием солнца получила новую валентность, углерод-14, а непривычный нам углерод-12, который существовал до его попадания в яблоко. Потом, через 10 тысяч лет, этот углерод-14 развалится на части, до углерода-12. Это будет потом, а сейчас ученые с удовольствием пользуются периодом его полураспада для вычисления возраста объектов. Ведь углерод помнит, чем он был до того, как опять стать простым углеродом. Мы увидели, как химизм проходит через три стадии. Первое отрицание – безразличной объективности, обремененное самостоятельностью и внешностью, то есть появление яблока. Второе отрицание – процесс или умозаключение снимает внешний характер или внешность, то есть распад яблока. Третье умозаключение снимает последний момент основания и полностью освобождает от внешности, переходя в свободное понятие, то есть цель. Спасибо за внимание.